друзья мои всем привет сегодня разбираем секционный узор с эффектом протяжек что хочется сказать идея конечно же не на вам но способ исполнения этих протяжек в моем исполнении будет точно оригинальным поэтому обязательно посмотрите данный мастер-класс раппорт переплетения составит три петли и 10 рядов по высоте переходим все внимание на экран и так первый ряд раппорта кромочная петля сначала из первой петли вывязываю 2 провязываю лицевой за переднюю стенку а потом за заднюю после чего снимаю а следующие 2 петли переснимаю не провязываю нити за работой повторю провязываю петлю за переднюю стенку за заднюю снимаю а следующие две петли также переснимаю но не провязываю нить за работы это первый ряд теперь второй ряд узор формируется у нас с стороны кромочная 2 петли вместе они идут у нас над протяжкой я провязываю лицевой за задние стенки а затем просто 2 изнаночные повторяю 2 петли вместе лицевой за задние стенки и 2 изнаночные третий ряд а будем провязывать как 1 но поменяем позиции петель сначала кромочная далее 2 петли переснимаю нить за работой а из 3 петли вывязываю 2 сначала ее провязываю за переднюю стенку потом за заднюю повторю переснимаю 2 петли не провязываю нить за работой а следующую петлю провязываю 2 раза сначала за переднюю стенку потом за заднюю это третий ряд 4 ряд будем провязывать как 2 но с учетом смены позиций сначала кромочная начну с 2 изнаночных петель а затем 2 петли провязываю вместе над протяжкой они у нас идут лицевой за задние стенки и еще раз 2 изнаночные и 2 петли вместе лицевой за задние стенки это четвертый ряд еще необходимо провязать для конца секции 5 и 6 здесь тоже все просто 5 ряд вяжем как 1 первую петлю провязываем сначала за переднюю стенку лицевой потом за заднюю а следующие 2 петли переснимаем нить за работой для того чтобы соблюсти шахматный порядок в узоре и шестой ряд по аналогии со вторым и четвертым кромочная петля над протяжкой я провязываю 2 петли вместе одно лицевой за задней стенке а потом 2 изнаночные еще раз 2 петли вместе лицевой за задние стенки изнаночная и изнаночная петля седьмой ряд переходим к лицевой секция и поэтому его провязываем полностью изнаночными седьмой ряд изнаночные петли восьмой ряд будет по узору лицевые петли девятый ряд также по узору изнаночные петли и десятый ряд будет заключительный провязываем его лицевыми на этом мастер-класс завершается еще раз узор формируется с изнаночной стороны состоит из двух секций не забывайте его сохранить своей копилке ставьте лайки позитивные комментарии оставляйте всем отличного настроения скоро увидимся всем пока